Протяженность дороги, ведущей к Ахштырю, 12 километров. Дорога новая, проложили ее еще к Олимпиаде, но покрытие уже требует ямочного ремонта. Залатали здесь все неровности и вместе с тем устранили существующие просадки. Восстановили дорожники и оползневой участок. На подъезде к самому селу вместе с запахом свежего асфальта чувствуется аромат свежескошенной травы и запах краски. В селе обновили калитки и освежили заборы. Мусора собрали полный КАМАЗ. Десант сотрудников администрации здесь высадился еще неделю назад. Прибывший в Ахштырь глава города обратился к селянам с просьбой делать отныне то же самое, но уже своими силами. В Сочи, напомнил мэр, действуют правила благоустройства, за несоблюдение которых чиновники обязаны вводить штрафные санкции. Мы обязаны, по большому счету, наказывать людей, которые нарушают экологические требования. Но здесь, как вы поняли, я поступил по-другому. Это мы делаем в каждом населенном пункте первый раз, показываем, что чиновники могут это сделать, но мы потом требуем, что, видите, сделать можно, и вы должны это делать каждый раз. Поддерживать. Теперь поддерживать. За свое село Ахштырцы радеют, обещают беречь и дорогу, не пускать сюда большегрузы. Для большего же порядка Пахомов порекомендовал создать в селе добровольную народную дружину. Но все же существует здесь одна самая главная проблема – в Ахштыре нет воды. Но глава города приехал с обнадеживающей новостью. Селяне совсем скоро снова смогут заняться садоводством и огородничеством. В село прибудет вода. Геологи ее здесь нашли и в достаточном количестве. Специалисты уже готовят экспертизу проекта. Запомните еще раз цифры. Вода в кранах будет 20, в лучшем случае 20 августа, это по вашей просьбе, мы будем стараться. Середина сентября. Это срок, который самый последний. Решили на сходе и вопрос с рейсовым автобусом. Анатолий Пахомов дал поручение начальнику транспортного управления согласовать график с самими жителями. Пообещал решить и вопрос с сельским клубом. Предложил помощь в трудоустройстве, отметил рабочих мест в городе много, главное – желание. Подобную поддержку просят и жители соседних поселений. Следующая встреча жителей с мэром состоится в Адлерском районе, в Нижней Шиловке и в селе Черешня.